Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков, с вами Костик, и сегодня мы будем готовить варенье из киви с лаймом в хлебопечи Старвинг. Вот, нам значит что понадобится. 500 грамм киви, 500 грамм сахара, 0,5 лайма, вот лайм. Так, 100 миллилитров воды и две веточки мяты. Вот, у меня сухая мята, ну, как узнал, вот на одной веточке где-то 5 листиков, то есть где-то 10 листиков буду использовать. Так, порядок приготовления, джем. Программа джем позволяет приготовить много фруктовых джемов. Для этого подготовьте желаемые плоды, например, апельсин, ананас, яблоко или клумника. Количество плодов зависит от конкретного рецепта. Сперва тщательно промойте фрукты и ягоды и удалите цедру и косточки. Затем порежьте их на кусочки размером 3 сантиметра и измельчите с помощью блендера. Ну что ж, для начала стоит все почистить и подготовить. Итак, киви и лайм порезаны, блендер готов. Вот, мята, сахар, вода. Итак, только тут вот у нас один нюанс. Написано, измельчите фрукты, вот, и с помощью блендера измельчите. Потом сразу в хлебопечь и нажать джем. Но тут ничего не написано про сахар и воду. Ну, попробуем сахар и воду тоже добавить в блендер. Вот, что у нас получится. Посмотрим. . Подписывайтесь на мой канал. Соглас пицц и ягоды. Так, и водички. Закрываем крышкой. Пошло дело. На единичку поставил. Ну что ж, измельчил. Вот такая вот у нас тут жишка. Заливаем ее в хлебопечь. Насчет мешателя не написано, на всякий случай оставил. Так. Вот так вот он у нас лежит тут. Закрываем. Так, далее выбираем. Значит, так. Когда подготовка будет завершена, наполните пекальную камеру измельченными фруктами и нажмите на кнопку джем. На кнопку джем. А, я понял, это в инструкции так просто написали. А мне надо найти джем 13. Инструкция, наверное, предусматривает наличие кнопки еще. Так, тут, значит, у нас нельзя ни вес, ни цвет выбирать. Просто нажимаем старт. Так, час и пять минут будет делаться. Ну, что ж. Мешает. Какой режим? Замес 2 идет. Да, он его не просто там нагревает, он его тут сбивает. Поэтому, да, нужна вот эта вот лопатка для мешания. Сразу быстро он его сбивает. Вот он в блендере, сколько у меня покрутился. Я забыл, что он сам не выключается. Долго прям работал блендер. Вот. Ну, что ж. Посмотрим, что получится. Час ровно показывает. Перестал мешать. Пять минут вот он помешал. Теперь у нас идет подъем 3. Теперь должно вот подняться все. Ждем. 0,49. Выпекание пошло. Ну, что ж. Джем готов. Открываем. Вот такой вот он. Это в середине лопатка вот торчит, которая мешала. Нужно теперь перелить его в баночку. Запах вот хороший прям. Берем чистые простерилизованные банки. Подставил вот под баночку вот такую тарелочку, чтобы на стол не пролилось. Так, сейчас достану тогда емкость. Мяда пахнет. Так, одна есть вот. Итак, вот сколько получилось. 720 мл банка полностью. 350 граммовая. Наполовину. То есть тут где-то, значит, И тут, то есть, 895. Ну, 900 миллилитров где-то получилось. Вот. Сейчас чуть-чуть остынет и попробуем. Так. О, прям классный вообще вкус. Ну, мяты можно было чуть-чуть поменьше. Сильно играет привкус. А так варенье прям классное. Сейчас надо еще хлеба сделать. И на него как раз не варенье, а джем. Джем вот классный. С киви и лаймом. Да, вот лайм привкус теперь раскушал. Вот. Ну, киви. В общем, вот такой вот джем. С киви. С киви. Продолжение следует...